Светофоры, пешеходные переходы и дорожные знаки прямо в актовом зале. Это 72-я школа Нижнего Новгорода. Здесь для первоклассников буквально воссоздали проезжую часть. Всё это для повторения правил дорожного движения, но в игровой форме. Школьникам напомнили, по какой части тротуара нужно ходить, как правильно переходить дорогу и обходить автобус. Жёлтый означает нужно приготовиться. Зелёный означает можно идти или ехать. А красный значит стоять. Самое интересное, это были вопросы. Как нужно себя вести на дороге, что означает этот знак, зачем нужны светофоры. Это маленькие дети, а у них же визуально то, что ярко и красиво и красочно, они запоминают легче, им интереснее это. В игре они всегда учатся чему-то. 72-я школа не единственная, где сейчас проходят такие интерактивные уроки. Занятия организованы при поддержке проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Их проводит лаборатория безопасности Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма регионального центра ВЕГА. Наша программа рассчитана на разные возрастные группы от детского сада, то есть мы в детские дошкольные учреждения выезжаем, и до 16 лет. То есть есть определённые блоки пешехода для самых маленьких, есть блок пассажиры, у нас для этого есть определённое оборудование, есть блок велосипедисты и есть даже блок для старших оказания первой помощи при ДТП. Человек должен не просто интуитивно, а на уровне инстинкта самосохранения знать и применять эти правила. Здесь просто новая форма обучения. Сегодня мы были с первоклассниками, и, конечно, эта работа будет продолжена, она очень эффективная. Не только знания получают школьники на таких интерактивных занятиях. Им также вручают свидетельства юных пешеходов и светоотражающие элементы. Татьяна Перевозчикова, Время новостей.